Приветствую, на связи Ирин Кольт и школа дизайна Савизард. В этом видео рисуем вот такой вот калаш с морем в очках, с трещинами на стекле и с протекшей водой. Давайте приступать. У меня есть заготовка в виде вот такой вот фотографии. Ее вы сможете найти по ссылке под этим видео. Также у меня есть несколько других заготовок, а именно две картинки морского дна, но скорее всего я использую вот эту, и капли воды на прозрачке, то есть на прозрачном фоне. Первое, что я сделаю, это выберу инструмент прямоугольную область, зажму shift и создам квадрат. Перетаскиваю ниже, далее иду в изображение, кадрировать. Далее выбираю либо инструмент лассо, либо инструмент перышка, либо вообще овальную область для того, чтобы выделить стекло очков. Давайте посмотрим, как это можно сделать с помощью овальной области. Создаю произвольную овальную область, примерно сопоставимую с размером очков. Далее иду в выделение, трансформировать в выделенную область. Разворачиваю выделение так, как мне нужно. Пытаюсь подогнать под форму очков. Подтягиваю поинты, но не всегда получается идеально. И здесь нам поможет еще один вариант деформации, точнее трансформации, это деформация. С помощью деформации можно уже более точно дотянуть выделение и получить форму, которая нам будет нужна. Получилось практически идеально ровно. Если вдруг где-то что-то не дотянули, это потом можно сделать на маске. Нажимаю Enter для подтверждения. И на всякий случай сразу отправлю на отдельный слой. Нажимаю Ctrl-J. Выделим вот эту вот часть очков с помощью перышка. Выбираю инструмент перо, горячая клавиша, буква P. Если какая-то точка мне не нравится, я могу дотянуть ее с помощью инструмента Угол. И получить более ровную, более точную картинку. Нажимаю правой клавишей мыши, выделить область. Оставляю растушевку 2 пикселя и нажимаю ОК. И также отправляю на отдельный слой. Вот у нас на отдельном слое 2 стекла. Давайте их сольем в один слой. Кликаю на верхний слой и нажимаю Ctrl-E. Это позволяет физически слить части на двух слоях. Далее перетащу картинку с морским дном на нашу заготовку. И сразу же нажимаю на ней правой клавишей мыши и создать обтравочную маску. Пододвигаю так, как мне будет нужно. Если вдруг кажется, что где-то не дотянута форма, сделать это можно следующим образом. Я кликаю на стекла очков на отдельном слое. Выбираю инструмент кисть. Уменьшаю ее в размере. И прохожусь по краю наших стекол. Теперь давайте сделаем блики в очках. Для этого с Ctrl-E кликаю на слой со стеклами и получаю выделение нужной области. Создаю новый пустой слой. Выбираю инструмент «Овальная область». Зажимаю Alt-Shift одновременно и провожу вот такой вот овал. Все, что идет у нас в пересечении, оно останется. Все, что принадлежит той или иной области по отдельности, уберется. Выбираю инструмент «Градиент», выбираю цвет цвета, пусть будет нежно-розовый, и провожу градиент в области очков. Вот мы получили такой стекольный блик. Можно его немножко запрозрачить. Далее создаю пустой слой. И давайте сделаем световой блик. Для этого увеличиваю размер кисти, кликаю в центр картинки и переключаюсь в перекрытие. Если мы сейчас будем перемещать этот слой, видите, как будто свет. Делаю несколько таких световых пятен. Это сделает картинку более выразительной. И далее воспользуюсь инструментом «Кисть» для того, чтобы создать трещины в стекле. Создаю новый пустой слой, выбираю светлый цвет, приближенный к голубому, и выбираю кисть с трещинами. Либо вот такую, либо вот такую. Давайте вот такую возьмем кисточку и кликаю внутри стекла. Можно подвинуть. Если вдруг есть лишние части, то можно их затереть на маске. Создаю к слою маску, убираю кисть, беру ее в форму круглой и убираю лишние вещи на маске. Далее перетащу заготовку с каплями воды. Вы также можете найти ее по ссылке под этим видео. Самую основную каплю состыковываю со стеклом. Остальное могу либо убрать, либо перенести. Убираю также на маске. Дальше мы можем объединить картинку и задать ей дополнительную резкость. Фильтр, усиление резкости, умная резкость. Выставлю 150, 1 пиксель, 30%. Вот такая вот картинка у нас получилась. Обязательно попробуйте и пишите комментарии под этим видео. С вами была Айрон Кольт, школа дизайна Савизар. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok